Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 614. События дня. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. За 18 августа 2017 года. Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вам, Игнатий Тихонович. Удивлена Екатериной Тинниковой. Православная сестры милосердия очень нуждаются в таких подвижницах, как Екатерина Тинникова. У нас на приходе вначале меня одну благословили и вышла с одной активной прихожанкой к болящим и персоналу первой городской больницы с благовестием и посильной помощью. Предначально священник провел переговоры, получили разрешительные бумаги от администрации больницы и шесть месяцев пришлось мне служить с лишь одной активистской сестрой в больнице. Затем священник направил меня на перенятие опыта и обучения в Марфо-Мариинскую обитель на Большой Ордынке, где незримо чувствуется присутствие преподобной мученицы Елисаветы. Какая там любовь! Екатерина Тинникова и к нам в гости может приехать или мы к ней приедем. Покажем и расскажем у нас, как строили нашу общину. Да и провезем по другим общинам сестер в нашем городе. Много обучающей литературы подарим Екатерине Тинниковой. Свои приходы родные надо рыхлить. Зачем нам орденоносные католические? Эх, как важна матрица наша духовная первоначальная. Благословить и помолиться о сестре, а в гости к себе ждем с радостью и с Богом. Вот такой ответ Катерины Тинниковой, чтобы не ходить, не скитаться, не шляться по тем, которые всегда были враждебны православию. Которые громили все при крестовых походах, все православие сметали, и сейчас они такие же. Я не говорю о всех, но такая тактика. Все под папскую туфлю склонить. Зачем же нам, лите? Знать, близко, знакомиться, перенимать опыт, но идти к ним, поступать там у них, там работают, ну смешно даже. Это так просто. Привыкли шариться по всяким помойкам. Зачем нам это нужно? Даже если они хорошие и православные. По православному раз-два и молиться дальше не будешь. Научишься, как они делать. А они промассонены насквозь. Доходят до всякой мерзости. Да что, православие-то еще и не докатилось. Откуда это, что лбы мощат? У них крещения нет, у папы некрещеный. Сбрызгивает, прочее. Какое причастие? Дают таблетку какую-то. Обладка. Ну подал чашу. Подал хлеб. Идти к католикам после православия, даже говорить об этом не надо. Срамы, стыд. Вот что конкретно у нас вчерашний день. Теперь я на утро каждого прошедшего дня вот это отчет даю. Братья наши пошли помогать Роману Малышу. Он стал заливать бетоном специальные стояки, на которых будет стоять дом, как бы свая глубоко. Все заснято, будет показано. Батюшки привезли уголь, он звонит. Ну там что, как может быть забросьте, чтобы не мокрый-то был. А уже Володя бросает. Свалили далековато. И он с каждой лопатой бегает. И все равно сделал. Я ей сказал, не имей 100 рублей, а имей 100 сыновей. Вот так. Я взял топор с длинной ручкой, чтобы размахнуться. И на дороге, где встречаются корни деревьев, начал везде вырубать. И прорубился. Все. Как мне кажется, посильные. Сильно толстые, там уж не возьмешь обрубать. Но вот так. Работу всегда можно себе какую-то найти. Интересно, вчера внезапно у меня исчезли две кошки. Здесь бустка. И год исполнился, два месяца. Такая белая, с таким обожженными как бы боками. И эта больная, которая хаска-то перекусила, все, у нее ноги плохо двигаются. И обе исчезли. Поехал искать, спрашивать нигде нету. Я нету. Он полез к голубям, там, раз не сильно занятый, подопить там, ну, обиходить. На первую, на вторую голубь я от него слазил. И в молитве сказал, Господи, прости меня, но если можно, пусть бы нашлись у меня. Выхожу. Она, вот она, на колесе, как будто кто ее опустил, болящую. Смотрю, а из огорода дальше, куда я объезжал далеко, в степь оттуда, бустка услышала, прыжками идет ко мне. Это простенькие, маленькие, но главное, молитвы, и мгновенный ответ, даже по незначительному где-то. Ну, все помним, болящего, парализованного Сергея. Я ложусь, когда у меня тоже что-то как-то не так. Да разве это болезнь? Да разве это... Ты ходишь, видишь, а Сергей лежит столько лет, да Господи, да укрепи его. Да укрепи, дай силы до конца донести этот тяжкий крест. Он такое дает нам как бы наставление, Сергей, своей жизнью, безропотную. Мама ее, Татьяна Ильинича, ухаживает, тоже подвиг. Ну, вот эти вот ответы, маленький мальчик здесь с Мариной Колей, ему занятие дается. Дается, то он перебирает, что-нибудь там побирает, далее наломали черемухи, спилили в одном месте. То гвозди рассортирует, то еще что-то, делает то, что есть. А тут у рыжий подрастает маленький, я его Палевым называю, Паля, котенок. Так интересно. Боюсь, как бы в дверях его не задавили. Он везде, как колобок, катается, пушистик. Это маленькие наши вот такие дела. Думаю, привет, батюшка провезу, я его по мостикам, по этим, все, показать надо. Вот у Надежды Васильевны работает отрок один. Не буду даже называть, они все боятся, да, потеряевски. И такой трудяга настоящий, мужик растет с хорошим смыслом. Приедет там, все это, это жужжалка-то, которая стрижет газон, а он именно пропалывает. С пилой придет, механическая пила, там, бензопила, забор ей ставить, где-то вырубил, пошел, стал бы, ну, мужик настоящий работает. Вот, а было и не так. Я все время молился, поминая его имя перед Богом. Характер не поздоровается, отвернется, и, ну, родители, травит так, понятно, впитывается. А сейчас едет, всегда поклонится, здравствуй, я все время молился, избавивая вас веронаравного характера, и устраши родителей за такое ложное воспитание, вот такими словами. А сейчас только благодарю, у меня непрерывная благодарность за услышанное отмеченную молитву. Это человек, человек молодой и поет хорошо. Господи, сохрани его в этом состоянии, потому что стали замечать, что и мать стала склоняться и в нужную сторону, как бы поддерживать отца, а он очень не расположен и прочее к нам. Вот так. Это все событие. Событие у меня с Ощебнем, никак дело не идет. Алексей везде звонит и в Мамонт закончить трассу, закрыть. В смысле работы на ней сейчас уборочная уже идет, чтобы ездить-то можно было не по ухабам вокруг. Два Камаза по 15 тонн привезли, рассчитался. 38 тысяч отдал за них. Еще надо две. машины таких. Не везут, нету, нигде не получили из Белова, где там получают. Вот когда довезут сюда, он раза в три больше дороже делается. Ну вот наше местное. Ну, коротко показать наши ресурсы. Вот первое, это значит, всегда говорю я, мой мир. Люблю на него, я перевожу. Все, что на видеоканал там закачивает, я только замки снимаю, по 10 замков каждый день. Вот, ночью провожает гостей Виктор Савченко и Вадимир Пащенко, уже перенесло. Дни, вот два, не хотите ли отдохнуть на голубятни, сказал дядя Вова. Вот видишь, сколько уже. мы второй показать свой ресурс, это у нас он очень хороший, большой, ценный форум. страница недоступна, может быть и так страница. Ну, форум Игнатия Латкина, 1600, там, тем, сейчас она кручивает, и вот, не очень-то хороший, вот, интернет. однако, вот она выскочила, вот видишь, как, слава тебе, господи. Вот тут можно многое взять. И видеоканал, большой канал, 7 миллионов 238 тысяч, 374 просмотра, 7540 подписчиков. Нас отнесли в СМИ. Вот выставляю, нас снова посетили баптисты, вступление, 40 человек, за 52 минуты. А здесь за 50 минут, 50 человек, впечатление от встречи с баптистами. Это такие вопросы. Ну, вот сколько на сегодня, если так вот, глянуть, на 12, 30, 42, 44, 48, и 52, 6. 2, 10, 15, на 2 часа, 20 минут просмотра. кто просмотрит? Только уж, кто много времени имеет. Сегодня я выстрел, чтобы просмотреть эти ролики, просмотреть, не просто промелькнуть. и везде рассуждение божественное, и везде рассуждение божественное. и дальше вот замки я показываю, висят. Это в дальнейшем я буду снимать, ни я оставлю, тут не закачаешь. Вот так. Это именно наша жизнь во всех ее аспектах. православный библейский сайт. Очень богатые, самые ценные ответы. Вот теперь я беру из ответов, немножко, называется, внутренний мир человека. вопрос 209, Марка, 9,49, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Поясните, что это значит? Это мне вопросы задают в университетах, по радио, где я вел программы 3, как мы называем онлайн, прямое. Ответ Марка, 9,50, соль, добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Левитам, 2,13, всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли, завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Соль предохраняет от гниения червей, это качество дал ей Бог для сохранения. Человеческая натура склонна греху, к легкости. То, что не имеет в себе соли, божественной сути, легковесно и кратковременно. Колосин 4,6, Слово ваше добудет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А солиться огнем означает претерпеть закаливающие испытания, по слову Божию. Огонь имеет тоже качество предохранения, когда уничтожаются гнилостные микробы. Человек или дело, испытанное огнем, легче сохраняется. 1 Коринфянам 3,12,15 Строить ли кто на этом основании, и золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно и есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. 1 Петра 4,12 Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Это вот ответ. Здесь говорится о том, что предназначено к спасению, а не вообще о всем мире в настоящее время. И пословица говорит, за одного битого дают двух небитых. Вопрос 210, первый том открытым оком. Вы говорите, что любая государственность в зижисти на трех столпах, Бог, семья, частная собственность. Все это прекрасно, все это есть полезный, интересный и радостный труд. А как православному христианину, не уходя от веры, поразвлечься и отдохнуть? Ответ. Иоанн Затус отвечает так. Нет ничего лучше, как отдохнуть на лоне природе со своей семьей. Нас живущих потерявки, приехавшие из редакции собеседника из Москвы, долго пытали на эту тему, как мы проводим свой досуг. Они заранее смеялись над нашим безрадостным прозябанием. Но когда мы сказали, какие у нас радостные богослужения, крестные ходы, общая праздничная трапеза, без выпивки, какие ставятся концерты взрослыми и детьми на христианские сюжеты, что у нас есть большая видеотека религиозных и исторических фильмов около 120, то есть это тогда еще интернета не было. Собираем ягоды и грибы, катаемся на лодках, на лошадях, рыбачим в своих озерах, то они не засушили нас и сказали, хватит, хватит, вы отдыхаете лучше нас. Это еще не по полной программе, у нас еще идут воскресные божественные занятия. Часто приезжают гости из дальних сторон. Делимся новостями, опытом. Это настоящий христианский опыт. Ну вот так. На сегодня, считаю, хватит. Продолжение следует...